Ханелор Эльснер В фильме Детектив Лиа Соммер Святы для убийцы Фильм Яны и Йорга Глюргер Даниэль Сюзанна, моя мама Я немного устала Всего хорошего Я теперь в лагере сатанистов? Во-первых, Сюзанна не сатанистка А кто? Склепница Кто? Склепница У них нет культа сатаны Их интересует все, что связано со смертью Пожалуй, я выпью виски А у тебя что, шок? Должно быть, я совершила большую ошибку в твоем воспитании То есть, в моем воспитании Даниэль Зоммер Ник Ник Она только что вернулась с вечеринки У нас только какие проблемы Ник, что у тебя? Я звоню из Таунутских казарм в Фёхсте Убийство Перед казармами? Да Когда? Около восьми вечера Выезжаю Видишь? Ты тоже не можешь без мертвецов? КОНЕЦ Старший Трейтор Штельцер Зоммер Криминальная полиция Он сдавал вахту, когда это произошло Восемь часов услышал выстрелы Побежал к казарме Там лежал человек Ещё он видел Как кто-то уезжал на машине защитного цвета Военная машина Всё было так быстро Но это был джип Джип Тёмно-зелёного цвета С армейскими номерами Хорошо Он лежал в луже крови Идите сюда Помогите молодому человеку У него шок В луже крови Как он будет защищать родину? Он же крови боится Не все такие храбрые, как ты Нечего было в армию идти У нас есть адрес? Да Личность убитого установили? Я передал его водительские права для проверки Господа, прошу не мешать Я должен сначала осмотреться Ну что вы стоите? Уберите зевак Слушаюсь, где ваш начальник? Главный комиссар Зоммер Комиссар Зигель Здравствуйте Вот как? Обер-лейтенант Хааза Чем могу служить? Нужна пара комнат Чтобы допросить свидетелей Пройдемте в мой кабинет Да Я перезвоню вам утром Да, спасибо большое Нет, это я не вам Нам повезло Пол казармы в увольнительной Большинство Ну, все в городе Что с машиной? Начальник горожан Не может сказать ничего определенного Машины распределены По нескольким подразделениям А преступник тем временем едет Установлено, что убитый Аксель Хауки 52 года Жена Проживает во Франкфурте Пять лет назад Ушел из армии В чине командира роты Непостижимо Я его помню Меня тогда как раз сюда перевели Хауки очень любили солдаты Он преподавал государственные устройства И санитарную подготовку Точно, санитарную подготовку Относился к солдатам с отцовским чувством Если Хауки пользовался такой любовью солдат Почему он ушел в отставку? Понятия не имею Тогда я еще не был командиром Но думаю, у него были личные причины Позавчера кто-то позвонил Но по телефону не назвался Сказал, что служил у моего мужа Фельдфебелем Теперь живет за границей И во Франкфурт приехал ненадолго Предложил Акселю встретиться Восемь часов у казарм Ваш муж не догадался, кто это мог быть? У него было много солдат Да, конечно Фрау Хауке Очевидно, вашего мужа заманили в ловушку Вы не вспомните Были ли у вашего мужа враги в армии? Мой муж отдал армию всю жизнь После выхода в отставку он замкнулся и начал рисовать Ваш муж вышел в отставку раньше срока Ему было 46 Почему? Этого я не знаю Фрау Хауке Я была его второй женой Мы поженились 6 лет назад Я почти ничего не знаю о его прошлом Да и не хотела знать А теперь оставьте меня в покое Хауке оставалось 2 года до официальной отставки Непонятно Почему он ушел из армии досрочно? У него были проблемы с алкоголем Вчера мне не хотелось Трезвонить об этом при всех Это дело его и армии Что это значит? Офицеры с такими проблемами ненадежны Это не сразу заметили Хауке искусственно скрывал тягу к спиртному Но мы получали сигналы Когда он служил офицером связи Он неоднократно выпивал с нашими американскими друзьями Их совместные возлияния не раз заканчивались скандалами Ясно Пьянство считается украшением настоящего солдата Не надо так Я никого не хотел обидеть Криминальная полиция блуждает в потемках Черт побери Успокойся, Ник Утром всегда видишь вчерашний снег Бери двоих ребят И проверь всех, кто был в увольнении Рядовых Унтер офицеров Кандидатов в офицеры Я не был в армии О чем я буду с ними говорить? Один кофе эспрессо Кеннинг, что говорит Хаазе? Хаук и был алкоголиком Поэтому и уволился срочно Стал опасным с точки зрения безопасности Опасным чем? Офицер-алкоголик может стать находкой Для штази или КГБ Санитарная подготовка Какие тайны он может разгласить? Новые способы наложения повязок? Он несколько лет служил офицером связи Ясно Печальный конец одной грязной шпионской истории Хаук и четырехкратный агент Работал на американцев На штазе КГБ И МОД Многоплановый агент Ник, хватит Отправляйся в МОД Я это не серьезно А я серьезно Твоя версия что-то есть А ты, Хеннинг, поработаешь с ребятами из Бундесвера Проверишь всех, кто выходил из казармы Всех? Звучит не очень увлекательно Положите, пожалуйста, солдатика Обер-лейтенант Хаазе сообщил, что эта история произошла во время его предшественника Итак Ваш Аксель Хауки действительно работал в 1985 году на службу безопасности бывшей ГДР Поразительно Что поразительно? Крутно представить, что сумасшедшая идея становится явью Не понимаю Не важно, продолжите Акселя Хауки завербовали в Берлине Старший офицер по имени Юрген Нойман Через 9 месяцев Хауки раскаялся, вышел из игры И признался во всем своему начальнику И Хауки остался офицером, и против него не возбудили дело? Возбудили, но оно было прекращено Искреннее раскаяние Что? Он сообщил важную информацию Спустили дело на тормозах А если он только для виду вышел из игры? Если он и дальше продолжает шпионить, может быть даже для русских, или может быть для американцев? В нашей работе все возможно Я попросил бы вас обращаться с делом Хауки в стеклянных перчатках Интересно вы выразились Я роман мог бы написать Только не имею права Это было бы государственной изменой Это переслали из вечерней газеты Письмо из дома престарелых Сотрудник отдела вскрыл конверт и решил, что оно может вас заинтересовать Из дома престарелых? У них не освободилось мясечко для тебя Наглец Оно написано на диалекте, я не понимаю Дайте, раньше мне приходилось расшифровывать бабушкины письма Спасибо Уважаемая редакция, я прочитала репортаж о смерти Акселя Слава Богу, этой свиньи больше нет Если вам интересно, я могу многое рассказать С уважением, фрау Альвина Пробст Думаешь, это наш Аксель Хауки? Конечно Слишком хорошо для совпадения Может, бабуся захотела прославиться? Я заеду к ней Не забывай ли я о стеклянных перчатках? У людей моего возраста они всегда с собой Скажите мне, когда поймаете убийцу, я пошлю ему букет цветов Аксель повинен в смерти моей дочери Он заставлял ее выпивать с ним каждый вечер Моя Моня умерла от цирроза печени Пять лет назад Ей было Всего сорок три Она привела его, когда ей было восемнадцать Нам с мужем он не понравился Избалованный бездельник У них было четыре машины Потом его отец обанкротился И все пошло прахом Аксель был единственным сыном И должен был унаследовать лесопильню Да какое там А моя глупенькая Моня родила от него ребенка Петру В девятнадцать лет Он был женат на вашей дочери? Женат У него ничего не было Моей Моне пришлось с самого начала зарабатывать Потом он пошел в армию А малышку они отдали нам Шесть лет она жила у нас Первые шесть лет? Представьте Они жили в доме напротив На одной с нами улице Думаете, они скучали по девочке? Каждые две недели Аксель приходил к нам Ссорился с моим мужем А Петру запирал в туалете А почему ваша дочь редко навещала свою девочку? Аксель не хотел Он терпеть не мог моего мужа Девочка переехала к родителям в шесть лет? Петра была для них как золушка В десять лет В десять Она убирала после школы квартиру Заправляла постели И должна была свернуть для отца 25 сигарет А если она не успевала к его приходу с дежурства Какие отношения были у Петра с отцом в последнее время? Никаких Она не могла простить ему смерти матери Это на папиной совести повторяла она Хеннинг, все ясно как день Эта старуха из дома престарелых Раздобыла пулемет Замаскировала свое инвалидное кресло под джип Подстерегла хауки у казармы Подползла на своих парализованных коленях Прицелилась и Хладнокровно разрядила в него всю обойму А наш свидетель, солдат На карауле этот слюнтяй Чуть не свалившийся в обморок Все это видел Но не мог сказать нам Потому что ни один человек ему бы не поверил И его упрятали бы в психушку Неплохо, да? Тебе надо было пойти в артисты Все впереди Верно Давайте вернемся к серьезным вопросам Да Вернемся Событий в этой семье хватило бы на две классические трагедии К сожалению, нам придется погрузиться в эту кресину Завтра похороны, Хауки На западном кладбище в 15.30 надо ехать Прихватите с собой видеокамеру Вдруг убийца придет на могилу Видеокамеру? Ты серьезно? Это приказ Алло, Буре В воскресении мы Иисуса Христа из мертвых Господь Бог даровал нам надежду на вечную жизнь Когда наш возлюбленный брат Аксель покинул этот бренный мир Мы предаем его тело земле и призываем на него милость Господню Земля к земле Прах к праху Ради Господа нашего Иисуса Христа Из праха ты вышел и во прах обратишься Иисус Христос разбудит тебя в день страшного суда Он будет милостив к тебе, призывая к ответу и укажет тебе путь к вечному блаженству Иисус Христос спасет тебя Прекратите, убирайтесь вместе со своей кинокамерой, убирайтесь Я сам журналист, но вы переходите, все рамки дозвольны, убирайтесь Успокойтесь, прошу вас Мы из криминальной полиции Франкфурта Мы не развлекаемся, расследуем дело об убийстве И к журналистам не имеем отношения Вы дядь покойного, господин Соллер? Да А эта женщина, ваша жена? Да Дочь Акселя Хау Да, конечно Я хотела бы встретиться с вами и вашей женой, если можно, у вас дома Это необходимо? Необходимо Перемотай немного назад, где его дочь Она такая странная Я все время наблюдала за ней Полодная Никаких чувств Да? Ну и что? Ей нечего скрывать, огромной любви к отцу не было Мой отец тоже идет Ты думаешь, это она его убила? Почему нет? Тогда каждый день убивали бы тысячи отцов Подожди Стоп Тип на заднем плане Вот этот Как только он увидел камеру, сразу отвернулся и пошел Занятно, правда? Ну и что? Нормальный, любопытствующий посетитель Обвиняешь в убийстве, по выражению лица, когда кто-то действительно ведет себя подозрительно, ты говоришь, это нормально Ник, в чем проблема? У тебя свой метод, у меня свой У тебя свой метод И, Богу не думает на этом мире Почему вы так смотрите? Просто смотрю Хотите знать, почему эта женщина не носит траура? Даже на кладбище, правда? Нет, не правда Меня не волнуют правила передичья Мне наплевать, что обо мне подумают люди И мне безразлична смерть моего отца Так что не надо мне вашего сочувствия и понимания Начинайте свой допрос, а то ожидание раздражает меня Это не допрос, а беседа Крау Цоллер, я знаю, вы не ладили со своим отцом С раннего детства Смерть вашей матери из-за злоупотребления спиртным Откуда вы это знаете? Муж рассказал? Нет, от вашей бабушки Она написала письмо в газету А они передали его нам Я побывала у нее Непостижимо Очень похоже на бабушку И что вы хотите услышать? Рассказ о семейной драме? Или сразу ждать признание бедной несчастной дочери Застрелившей своего отца, пьяницу и мерзавца? Возможно Вы бы избавили себя и нас от многих неприятностей Знаете, я часто представляла себе, как я его убиваю Я тысячу раз спрашивала себя, почему этот негодяй живет, а моя мать умерла И между тем я понимаю, мать была такой же слабой, как и отец Ваша мать не вышла больше замуж после развода? Нет Укрылась от всех в однокомнатной квартире Можете представить себе, каково это, когда взрослая дочь Впервые обнаруживает под дверью материнской квартиры батарею бутылок Когда узнаешь, что не только отец, но и твоя мать алкоголик Никому до этого нет дела Все видят бутылки и задают себе только один вопрос Почему я раньше ничего не заметила? В душе все переворачивается, бесконечная жалость к матери Стыд за нее А потом злоба Злоба на такую мать И злоба на такого отца Это случилось за четыре недели до ее смерти Фрау Цоллер, я обязана спросить вас, где вы были в воскресенье между семью и восьмью часами? Я была дома Что это подтвердит? Я была одна По воскресеньям мой муж играет у своего друга в шахматы Вы водите машину? Да Господи, я подумала, вы отзывчивый человек А вы всего-навсего полицейский Чего вы ждете? Арестуйте меня Посадите в камеру Посадите в камеру Не могу Для этого требуется постановление на арест Тогда расскажите репортерам Верните бабушкино письмо Это будет сенсация Полагаете? Не сомневаюсь Мой муж тоже журналист Вам тоже кое-что перепадет Замолчите Эти глупости меня не касаются Я задаю вопрос, а вы обязаны отвечать Больше ничего, ясно? В чем дело? Кто вам позволил кричать на мою жену? Она и так едва держится Неужели вы не видите? Без всяких уразиней совести Мучаете людей своими допросами Вы ошибаетесь Вам я должна тоже задать несколько вопросов Побыстрее Мне надо к вечеру сдать статью Африка и борьба за свободу Какие отношения были у вас с тестем? Никаких Я его никогда не видел Знаю его только по семейным фотографиям И рассказам жены Перед нашей свадьбой я позвонил ему Чтобы пригласить его и его вторую жену Но они не пришли Испугались Потому что ваша жена упрекала отца В смерти своей матери Ваша жена расскажет вам, откуда мне это известно Где вы были в воскресенье вечером между семью и восьми часами? Вы что, серьезно думаете, что это я убил своего дорогого тестя? Считаете меня настолько глупым, чтобы я захотел провести пару лет в тюрьме Из-за какой-то пьяной развалины? У меня есть жена Которую я очень люблю А кроме того Он все равно успелся бы через пару лет Да, вот номер телефона моего друга Вольфенда С которым я с шести до двенадцати играю в шахматы Вы можете представить, чтобы ваша жена застрелила своего отца? Что мне на это ответить? Я понял бы ее, если бы она это сделала Но она не стреляла в него Иначе бы она мне сказала Кто бы мог это сделать? Аксель Хауки был замешан в пионаже Может он и дальше продолжал? И прошлое отомстило ему? Отель Кульман Недурно Еду Привет, Ник Привет Проверил алиби Цоллера? Все чисто С шести до двенадцати он играл в шахматы со своим другом У меня есть даже их партии Все это вчерашний снег Но у меня есть бомба Узнаешь? Кто это? Я его уже видела Любопытный тип на кладбище Знаешь, как его зовут? Юрген Нойман Офицер штате Юрген Нойман Который завербовал Акселя Хауки Не может быть Может Я получил факс из службы безопасности Сделал снимки с видеофильма и увеличил лицо Когда Аксель Хауки вышел из игры Карьере Ноймана пришел конец Его понизили в должности А потом уволили Заграничные поездки Радужные перспективы Все пошло коту под хвост В этом виноват Хауки Именно, но это еще не все Нойман живет сейчас в Эрфурте Но пару дней назад уехал оттуда Сейчас он здесь В отеле Пульман во Франкфурте Суббота Значит, воскресенье он был в городе Что скажешь? Я села в лужу со своей семейной трагедией Точно Надо срочно получить постановление на арест Постановление на арест ты не получишь У нас нет улик И потом этот тип тертый калач К нему просто так не подъедешь, Ник А вот и я Может, проявить интерес? Вот показания 500 солдат 324 развлекались с подружками 66 потягивали пиво И кое-что покрепче Двое были в опере А 20 у мамочки с папой А что у вас? Меня не спрашивай Вот Ник Фенинг, опять ты храпишь? Мальчики Что нового? Ничего, этот тип со вчерашнего вечера Сидит в своем номере Он ни разу не выходил Хотел бы я знать, что он там делает Может, он уже ушел через черный ход? Спокойно, там двое наших Тогда он мертв С агентами тоже случается? Думаю, он просто не просыхает Возможно Вот он С агентами тоже Везет тебе Не успела приехать, как он вышел Берегу время, мой дорогой Я уже бывала здесь Это дом Хауки Что ему нужно, у вдовы? Утешить Видишь? Я ничего не понимаю Это твоя забота, Ник Знаю Может, и нам зайти в дом? Подождем Хорошо Решай, иначе он уедет Ладно, задержи его Простите Да Криминальная полиция У нас есть к вам несколько вопросов Что вам нужно? У меня билет на поезд Неплохая отговорка Что вы делали во Франкфурте, товарищ Нойман? Простите, мы с вами в свободной стране А с 9 ноября 89-го года Вы очень свободны, или я ошибаюсь? Я не могу приехать из Эрфурта во Франкфурт? Можете Но не для того, чтобы убить Акселя Хауки Что за чушь? Весной 85-го года вы забировали Акселя Хауки Ну и что? Это старые дела А потом Аксель Хауки порвал с вами Аксель оказался слишком щепетильным Или... Или... Не слишком умным, как хотите Ерунда Вы лишились своего положения из-за Хауки Всего лишились? Ну и что? Не повезло Но мы с ним остались друзьями Он был парень, что надо После падения берлинской стены Мы с ним не раз распивали бутылочку виски По старой дружбе В Эрфурте или во Франкфурте Со временем связь ослабла Довольны? Вы ненавидели Хауки, потому что из-за него потеряли все Где вы были в воскресенье около 8 часов? Где я был в это время? Ужинал В японском ресторане Отвратительная еда Бокенхаймерштрассе С одним своим клиентом Я теперь торговый агент По зубоврачебному оборудованию Мы проверим Я действительно приезжал во Франкфурт по делам Я хотел повидаться с Аксерем и его женой Но вдруг увидел в газете статью об этом инциденте По-вашему, это инцидент? Почему вы так быстро ушли с похорон? С меня хватило наблюдений Надоело Сам этим долго занимался Я сразу заметил, что у криминальной полиции есть ко мне интересы И тут же ушел Кто знал, к чему это приведет? Но надо было мне кретину высовываться Я могу взглянуть на содержимое вашего чемодана? Пара бутылок виски Сучила его жена Из запасов Акселя Его жена не пьет виски Я могу ехать? Да Счастливого пути Благодарю Получили? Я бы не отпускал его Он же не на край света едет Значит, ты не веришь, что это он? Что он имеет отношение к смерти Хауки? Не верю Он бы давно залег на дно Проклятие, я был так близко Я тоже Ты только отвлек меня от дела своей фотографии Это упрек? Глупости Хотя из-за этого могла получиться классная история Она пошла к психоаналитику И была у него во вторник Психоанализ два раза в неделю Понятна ее агрессия Эта женщина испытывает невероятное давление Несчастное детство Страшная смерть матери От алкоголизма Который очень сильно повинен Аксель Хауке Конечно, человек будет подавлен Но тут еще что-то Я чувствую это У вас нет ничего против моей жены А вы вмешиваетесь в ее личную жизнь Психоанализ это исключительно личная жизнь Повторяю У вашей жены нет алиби Это ваше чертово алиби Нет алиби, потому что жена была дома Это смешно Это бесчеловечная логика чиновника Могу я поговорить с вашей женой? Дирк, я сама справлюсь Не могу вам помешать Но если вы и дальше будете беспокоить мою жену Вам не поздоровятся Ваши тайные наблюдения за мной отвратительны Жаль, что вам не приходилось испытывать это на себе Я должна раскрыть убийство Да, я хожу к психоаналитику Из-за своего детства, из-за родителей Но вы же знаете, что к психоаналитику Входят за тем, чтобы еще раз пережить события прошлого Чтобы увидеть их заново Пережить те же чувства, что и тогда Зло, разочарование, страх Все вместе Только тогда Только тогда Человек может принять свою жизнь такой Какая она есть Чтобы ему не захотелось любить своих родителей Вы понимаете меня Вы меня понимаете Скажите Это не она Что? Она не убивала отца Тогда кто же? Классический вопрос криминалистики Нам платят за это Поехали Куда? Угадай с трех раз Начинайте перекрестный допрос Ваш свидетель, фрау Зоммер Не надо ерничать Мы не в Америке Можете мне поверить В воскресенье с шести до двенадцати мы с Дирком играли в шахматы Это для нас святое Обязательный ритуал, который мы соблюдаем уже пятнадцать лет Несмотря на сопротивление наших жен Что это значит? Без названия Без названия Вы друг господина Цоллера? Это надо спросить у него Он, во всяком случае, мой лучший друг Хочу вам заметить Что соучастие в убийстве Карается несколькими годами тюремного заключения Вы сошли с ума? Ник Ты мог бы обеспечить алиби своему лучшему другу в случае необходимости? Честно Спасибо, ты ответил Или я чутье потеряла, или я на верном пути Тебе придется пройти со мной по горящим углем Ладно, пошли Отлично 40 тысяч Ко мне приходили из полиции и показывали вашу фотографию Я сказал, что не видел вас Но я узнал вас Вы были за рулем джипа Я вспомнил ваше лицо 40 тысяч Сегодня вечером В 11 возле казарм Знаете, где это? Я начинаю скучать И что? Едем? Подождем Артист Артист Жду еще пять минут Ладно Ставлю 300 марок на мою версию о шпионах Кто больше? Одна марка против Очень остроумна Подождем Это он Не бойтесь, выходите Я знаю, что вы здесь Выходите, вы блефуете Вы никого не узнали Хочешь снять слитки, мерзавец? Положите деньги на землю и убирайтесь Хорошо Ты получишь свои деньги Только сначала выйди Бросьте оружие На землю Быстро Я хотел только напугать вымогателя Я не убивал Акселя Хауки Если я не виновен Зачем я стану встречаться с шантажистом? Повторяю Я хотел испугать его этим пистолетом Чтобы он оставил меня в покое Не верю, господин Цоллер Вы поехали к казармам Чтобы хладнокровно застрелить вымогателя Точно так же, как вы застрелили Акселя Хауки Нет, 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 нет Господин Цоллер Мы можем просидеть здесь всю ночь Но это ни к чему не приведет У вас нет шансов Когда-нибудь мы все равно найдем этот чертов армейский джип Мы разобьем в пух и прах Ваш алиби Мы сравним траекторию вашего пистолета Со следами от пуль на теле убитого И тогда вам конец Не понимаю, о чем вы Я взял этот пистолет у своего друга После звонка шантажиста Опять друг? Хорошо Возможно, у вас хватило ума взять другой пистолет Но только потому, что не остыл еще пистолет Из которого вы застрелили Акселя Хауки Оставьте меня в покое Вы не уйдете отсюда до тех пор, пока не скажете правду А правда такова Вы убили Акселя Хауки Вы застрелили его Вы все тщательно продумали, как киллер Вы позвонили ему и вызвали его к казармам А потом выстрелили четыре раза Прекратите Прекратите, наконец Вы сделали это ради своей жены Моя жена здесь ни при чем Вы любите свою жену Да, любите свою жену А она ненавидит отца Этого безвольного человека Алкоголика Этого негодяя Негодяя Негодяя? Этого негодяя Отвратительного негодяя Да, негодяя Негодяя Он убил мою жену еще ребенком Он убил ее детство Ее радость Ее женственность Почему мы с женой спим в разных комнатах? Аксель Хауки Этот всеми любимый офицер Бундесверк Который поотечески воспитывал молодых солдат Развратил свою 11-летнюю дочь И это продолжалось два с половиной года Он не был с ней жесток Напротив, поотечески добр Папочка так тебя любит Как не будет любить ни один мальчик на земле А теперь я покажу тебе Как хорошо бывает вместе Мужчине и женщине Два с половиной года Почти каждый день Пять часов Когда он приходил со службы А ее мать была еще на работе По субботам Аксель Хауки был свободен А его жена нет Целый день Полный безнаказанности Бедная девочка А потом угрозы Не говори ничего маме А то отправлю тебя в приют Или застрелю нас Всех троих Мы поженились два года назад Она мне ничего не рассказывала Просто не могла Я люблю свою жену Она единственная женщина в моей жизни Она тоже любит меня У нас с ней много общего Но были близки всего четыре Нет Пять раз Четыре и пять раз За два года Я ничего не понимал Я думал Я думал это я во всем виноват Что она меня не любит Что я ей противен Год назад она стала ходить в психоаналитику После смерти матери А две недели назад она мне все рассказала Все В тот вечер Я позвонил ее отцу Он был конечно пьян Мерзавец все повернул так Будто во всем виновата его дочь Будто она его совратила И тогда И тогда И тогда вы решили убить его Я рассказал вам все не как признание Сейчас я выйду отсюда Возьму свою жену И поеду домой И вы не посмеете помешать мне Мне очень жаль Нисколько вам не жаль Пойдем Петра Пойдем домой Ты слышал? Сейчас мы с тобой поедем домой Что такое? Пойдем Нет Я сделал это ради тебя Нет Ты сделал это ради себя Ради нас Пойдемте, господин Салер Довольны? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok